На Гран-при ФРГ 1953 года стартовало 34 пилота, благо длина и протяженность старого Нюрбургвинга позволяла всем им там поместиться. Самым знаменитым дюбитантом стал тогда Ханс Херман, прозванный впоследствии «Счастливчиком Ханса». Счастливчик Ханс родился 23 февраля 1928 года в Штутгарте, Германии. В достаточно раннем возрасте в его семье произошла трагедия. Когда парню было всего 8 лет, был убит его отец. Спустя какое-то время мать Ханса открыла такую кофейню-пекарню и ожидалось, что однажды именно он возглавит этот бизнес. Но его страстью были гонки. И в то время как все друзья хотели быть пилотами или даже машинистами поездов, героями Ханса были Бернт Розермайер и Рудольф Корчуола. А его самой сокровенной мечтой было стать гонщиком. Но он уважал желание своей матери и работал на родительском предприятии булочником, выпивая свежую сдобу для любимых соседей и клиентов. Причем надо сказать, что он был отменным пекарем и матери даже удалось доказать это военной комиссии, мол, Ханс владеет уникальными рецептами и без него их бизнес просто накроется. Так Херман избежал отправки на фронт и, пожалуй, впервые оправдал свое прозвище. После войны Ханс наконец-то приобретает первую машину. Ей становится BMW 328. Но старый, довоенной еще постройке BMW совсем не отвечал его запросам и молодой человек внезапно стал одним из первых клиентов новой тогда фирмы Porsche. Мама помогла купить ему подержанный Porsche 356, подарив свой золотой браслет. И карьера нового гонщика началась. Началась в 1952 году на зимнем ралле Гессен, а чуть позже приходит и первая победа. Херман выигрывает гонку в своем классе уже на втором этапе. И надо сказать, тогда вот этот вот первый шаг стал весьма символичным, ведь в дальнейшем Херман и Porsche много лет шли по жизни вместе. Ну и, конечно же, после таких первых успехов на гоночных трассах, начинающего пилота не мог не заметить всемогущий Альфред Нойбауэр, ведь в Тутгарте тогда как раз готовились к дебюту в Гран-при, а иметь в составе молодого земляка было вовсе не лишним. Но на Гран-при ФРГ Ханс выступил не за рулем Porsche или не за рулем Mercedes, а за рулем собственного болида Veritas с двигателем BMW и финишировал девятым. В том же сезоне Ханс выиграл две гонки в чемпионате ФРГ. В 1953 году он и Рихард фон Фракенберг выиграли свой класс в ралле Леон Шенбанье, что побудило Ханса принять участие в изнурительной многодневной миле-миле, и он финиширует 28-м, но одерживает превосходную победу в своем классе. Конечно же, вождение Хермана не могло не привлекать к себе внимания, и ему предложили заводской Porsche 550 для горных гонок. Одну из них он тут же выигрывает в классе 1500 кубических сантиметров под проливным дождем. А затем его объединили в пару с Хельмутом Глекером для участия в Лимане. Их Porsche ехал хорошо, но несмотря на то, что они проехали одинаковое количество кругов и финишировали буквально бок о бок, официальные лица постановили, что точно такая же машина Рихарда фон Фракенберга и Поля Фрера преодолела чуть большее расстояние и присудили победу в классе именно им. В гонках чемпионата Германии на спортивных автомобилях с моделью 550 он был вторым на фуз и одержал победы в Нюрнбург-ринге и Шаунсланде. А также участвовал в гонках на Мазерате вместе с Джеком Макафи на тысячи километрах Нюрнбург-ринга. Позже в этом же году он был приглашен Porsche для участия в гонках Carrera Panamericana. Причем команду спонсировал Вендель Флетчер из Fletcher Aviation из США, у которого была лицензия на использование двигателей Porsche в легковых самолетах, которые, собственно, они и строили. Ханс лидировал в той гонке с первого этапа, но позже разбился, когда у него сломалась рулевая тяга. И все это время за его прогрессом внимательно следил Ной Бауэр, который не оставлял сильного желания вывести Mercedes-Benz на гонки Гран-при. У них уже были Хуан Муэль Фанхио и Карл Клинг в качестве гонщиков, но они хотели выпустить на старт три автомобиля и решили провести тестовую серию на Нюрнбург-ринге, чтобы выбрать еще одного пилота. Однажды утром, когда Ханс еще лежал в постели, в его доме зазвонил телефон, и он сонно ответил. На другом конце провода оказалась секретарь Ноу Бауэра Фрау Хейнса, которая сообщила счастливчику, что Альфред желает поговорить с ним, добавив «Херман, мы едем на Нюрнбург-ринг на трехдневные тесты. Уже подтверждены Ханс Клинг и Пол Фрера. Вы не хотели бы присоединиться к нам?» Ханс не то потерял дар речи или попросту еще не проснулся, но минуту или две он вообще ничего не говорил, а затем Ноу Бауэр рявкнул в трубку. «Ты хочешь ехать с нами или нет?» Тут же проснувшийся Херман закричал «Да, да, конечно, да, я еду, еду с вами!» На тех тестах Ханс проспал свой будильник и проснулся только лишь от шума машины в боксах. Чуть позже он и Пол Фрер были самыми быстрыми к концу второго дня, но именно Хансу предложили место в команде. В общем, совсем не случайно он оказался одним из пилотов Мерседес, когда команда дебютировала на Гран-при Франции 1954 года. Однако первым его соревнованием в 1954 году была все та же Милли-милли вместе с Эбертом Линги. На 550 Спайдер они заняли впечатляющее шестое место в общем зачете и выиграли свой класс. Впрочем, в этой легендарной гонке, проходящей по обычным дорогам, карьера, да и вся жизнь Ханса и его штурмана могла бы и закончиться. Ведь когда они мчались к той победе, дорогу им преградил шлагбаум. Дело в том, что в одном месте трассу пересекают железнодорожные пути, по которым то и дело туда-сюда ходят поезда. Тормозить, конечно же, было поздно, и Ханс попросил своего штурмана пригнуться. Ну, точнее, как попросил. Проехав контрольно-пропускной пункт в Пескаре, они приблизились к железнодорожному переезду. С приближением экспресса в Рим шлагбаум начал закрываться в последний момент, но Ханс уже так сильно разогнался, что не мог остановиться. Он резко хлопнул Линги по затылку, и они оба пригнулись. Спайдер едва-едва миновал ограждение, промчавшись через железнодорожный переезд, и продолжил свой путь почти в том же темпе. Описывая инцидент, Линги рассказывал позже, что просто смотрел на карту трассы, когда Ханс сильно ударил его по задней части шлема. Я понял, что это значит, и нырнул куда-то к своим коленям. На скорости, знаете ли, в 160 км в час даже хорошие тормоза Порше не остановили бы нас вовремя. Ну а маленькое ветровое стекло означало, что Спайдер был достаточно низким, чтобы пролететь под шлагбаум. В итоге, как вы уже знаете, в своем классе они выиграли, а в общем зачете так и вообще оказались шестыми. И именно тогда Ханс и получил свое знаменитое прозвище. Вскоре после этого он уже был в Хокенхайме для своей первой поездки за рулем нового Мерседес W196, но во время испытаний попал в неприятную аварию. Ханс сообщил, что лопнула одна из трубок, и горячее масло попало прямо на ноги аккурат во время торможения перед поворотом штат. Он потерял управление, врезался в здание и был выброшен из машины, после чего провел еще две недели в больнице. И пусть он сошел с дистанции на горной гонке около Нюрнбург-ринга и в Лимане, следующие гонки принесли лучшие результаты. Он одержал победу и занял второе место в этапах чемпионата Германии на спортивных автомобилях, занял третье место на Гран-при Великобритании, не относящемся к чемпионату. Это было в Сильверстоуне, и победителем гонки тогда стал Колин Чепман. А его последний этап в этом году состоялся в конце ноября в изнурительной Carrera Panamericana, где он был третьим в общем зачете и выиграл свой класс с 550 Spider. Дебют же за Мерседес состоялся на Гран-при Франции в Реймсе, на одном из новых этих обтекаемых W196, где Хуан Муэль Фанхио и Карл Клинк финишировали первым и вторым. У Ханса же были проблемы с адаптацией, ведь ему было сложно после Porsche, который был с задним расположением двигателя и очень-очень легким, в то время как новый Мерседес был с передним расположением двигателя намного больше и намного мощнее. Тем не менее, он проехал самый быстрый круг в гонке, но сошел с дистанции после отказа двигателя. Позже Ханс говорил, что да, у меня была проблема с двигателем, я пытался вернуться в бокс, но сошел с дистанции и я не знаю в чем проблема, возможно это именно я допустил ошибку. Позже в других своих гонках он был на впечатляющем третьем месте на Гран-при Швейцарии и четвертом в Монсе. И хотя он сошел с дистанции из-за проблем с прыском топлива в Испании, в итоге он закончил чемпионат мира шестым. Сезон 1955 года вроде бы начинался неплохо. Херман финишировал четвертым на Гран-при Аргентины, разделив машину с Клингом и Моссом, которые не смогли продолжить гонку из-за жары. Затем же последовала гонка Милли Миллия с дебютом нового 300 SLR. И Мерседес был полон решимости добиться хорошего результата. Их пилоты провели двухмесячные тренировки на трассе. Фанхио и Клинг решили вовсе участвовать в гонке в одиночку, тогда как Мосс отправился в бой с Денисом Джекинсоном, а Хан взял с собой механика Фанхио Германа Эггера. В гонке они обогнали Фанхио, но Мосс все еще был впереди. Затем у машины Хермана заклинило дроссельную заслонку, он смог кое-как заставить ее работать и добрался до Рима, где ее отремонтировали. Однако после той остановки в Риме, после дозаправки, на перевале Фута крышка топливного бака внезапно отвалилась и насквозь пропитала его и Эггера бензином. Некоторое количество топлива попало и в глаза пилота, машина ушла в занос, произошла авария и, конечно же, она заглохла. Но как только она остановилась, оба гонщика выпрыгнули на случай, если вдруг вспыхнет пожар. Они добрались до соседней деревни, нашли там небольшую гостиницу, где сняли свои промокшие гоночные компенезоны и переоделись в одолженные им пижамы. Ханс рассказывал, что во время гонки старался следить за своими тормозами, так как знал, что Стирлинг Мосс будет жестоко атаковать и, конечно же, активно работать с педалью тормоза. Наши времена на этапах были одинаковыми, и я надеялся, что у Стирлинга будут проблемы с тормозами после этих вот перевалов, после перевалов Фута и Эротикоса. И у меня, может быть, шанс будет обогнать его. Но эта незакрытая крышка бензобака на остановке в Риме просто закончила нашу гонку. Наш топливный бак не был должным образом закрыт, и на перевале Фута крышка просто открылась, и топливо разлилось повсюду. Моим напарником был Герман Эггер. Сначала топливо было холодным, потом стало горячее, 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 и он был готов уже буквально выпрыгнуть на ходу, потому что любая искра могла поджечь все. Далее мне в глаза попало топливо, я не удержался и ударил о камень и развернулся. В кабине было так много бензина, что мы не могли ехать дальше. И это было действительно очень обидно, так как наши тормоза были идеальными, а позже мы узнали, что у Стирлинга тормозов практически не осталось. Ну и дальше все пошло как-то не так. На тестах перед Гран-при Монако Херман попал в тяжелейшую аварию и получил травму позвоночника. Я был очень сильно ранен, но больше я боялся огня. Поэтому взял и вытащил себя из кабины и на локтях отполз от машины. У меня было сломано два ребра, сломан таз, а правое бедро сломано вообще в шести местах и вывихнуто. Позже я провел три месяца в больнице. Правда, когда он восстановился, и выступать-то ему было больше негде. Заменивший Хермана в 24-х часах Лимана Пьер Левек угробил себя и 80 зрителей, а Мерседес решили уйти из гонок. Да и сам Херман после этого понимал, что со здоровьем что-то уже не то. Я тренировался на 300 СЛР, но вдруг обнаружил, что между принятием решения торможения и фактическим движением ноги проходит около полусекунды. Мне пришлось сказать Ноу Бауэру, что я не могу участвовать в этих гонках. Мерседес выиграл, но уже объявил о своем выходе из соревнований. Но Ханс не отчаивался и стал искать себя в гонках спортпрототипов и горных соревнованиях. А его выступления в F1 носили эпизодические характеры на отдельных гран-при. Ну и, конечно же, на гран-при незачетных. Но, наконец, в 1959 году Херман получил свое место в заводском Порше, который серьезно принялся за гонки спортпрототипов. А на гран-при ФРГ Ханса пригласила британская команда BRP. Страшная высокоскоростная трасса, фуз только что убившая его друга Жанна Бера, чуть было и не унесла жизни Ханса. Херман не удержал свой болид и в итоге сделал классическую бочку. При этом немец выпал из кокпита, и болид приземлился в читанных сантиметрах от него. Эти кадры вы, конечно же, видели много раз, это достаточно знаменитая авария, но вот что по этому поводу думал сам Ханс. Невероятно, но я вышел практически невредимым из той аварии. Тормоза отказали в конце трехмильной прямой. Я ехал в этот момент где-то 180 миль в час, а педаль просто провалилась в пол. Тут я, конечно же, понял, что в принципе уже труп. Но, что удивительно, я получил только порезы и синяки, вывалившись из машины, которая улетела дальше, просто разваливаясь на ходу. Но я же хотел как можно скорее снова сесть за руль гоночного автомобиля, поэтому спросил мистера Порше, могу ли я проехать гонку по подъему на холл. Он дал мне машину, и я тут же выиграл. В тот период он несколько раз участвовал в гонках Формулы-1 на Порше 718, а в 1960 году единичная гонка за рулем Порше на Гран-при Италии принесла Херману шестое место. Правда, в том Гран-при не участвовали британские команды. В следующем году он был девятым и тринадцатым в Монако и Германии, и, наконец, участвуя в гонках Занворте, финишировал пятнадцатым. Зато в гонках спортпрототипов у Хермана пошли дела в гору. Новое десятилетие началось с впечатляющей победы в гонках 12 часов Себринга вместе с Оливье Генбьеном, а еще в 60-м году Ханс выиграл тысячу километров Нюрнбургинга и Тарго Флорио. Правда, как-то в команде было ощущение, что Ханс оставался все на вторых ролях, поэтому в 62-м году он ушел в частную команду Аббат. И Ханс много сделал для этой команды, тестировал ее машины, однако общее недовольство техникой росло. Закончилось все тем, что в 65-м году он вместо тестов предпочел присутствовать при рождении собственного сына. К тому времени Ханс был уже женат на Маргарет, с которой его познакомил в 61-м году фонд Рипс. Пути Хермана и команды разошлись, на этом, оказалось, можно было бы из гонок и уходить, но в 66-м году Херман вернулся в Порш. И вот в 1968-м году Ханс выигрывает 24 часа Дайтона и 24 часа Себринга, а в 69-м финиширует вторым в 24-х часах Лимана, уступив всего 120 метров победителю. Но, несмотря на, казалось бы, неплохие результаты, и заводской команды его попросили. Однако, в 1970-м году Херман добился наибольшего успеха в своей карьере. Он стал таки триумфатором знаменитой суточной гонки в Лимане. Заезды на кольце Сарте проходили под проливным дождем, а до финиша смогли доплыть всего 7 экипажей. И ярко-алый Порше 917К под управлением счастливчика Ханса и Ричарда Эттуда примчался к лечатому флагу первого. Их Порше даже не был заводским, а принадлежал австрийской команде Зальцбург и был разукрашен в цвета австрийского флага. Причем Херман уже вроде бы как бы закончил карьеру гонщика, но его позвали в Зальцбург по рекомендации Порше на замену австрийцу Луису Пишу. Накануне той гонки Херман в шутку пообещал супруге, что окончательно закончит карьеру, если все-таки победит. После финиша, взвесив все за и против, пилот пришел к выводу, что обещание все-таки стоит сдержать. Слишком уж часто он выходил сухим из воды и слишком уж часто терял в гонках друзей. Забавно, но именно он стал первым победителем в Лимане за рулем Порше. Но при этом Ханс объявил о своем уходе во всеуслышание прямо по телевидению. Далее же, используя свои связи после ухода из спорта, Ханс создал успешную компанию по продаже запчастей «Ханс Херман Автотехник» и даже опубликовал свою автобиографию. К сожалению, где-то в 90-х, однажды вечером, когда он и его жена вернулись домой, там внезапно находились незваные гости. Ханса схватили и связали руки за спиной, а после чего отвели в подвал. А жене же сказали, что требуют 6 миллионов немецких марок за освобождение. На следующий день Ханса посадили в багажник его же «Мерседеса» и отвезли куда-то в зону обслуживания автобана. А жену отвезли в банк и сняли необходимую сумму денег. Как только похитители получили эти деньги, они сказали жене, где спрятали машину Хермана. Она позвонила в полицию, которая бросилась на станцию техобслуживания, и освободила Ханса. Однако саму банду полицейским так и не удалось поймать. Ханс стал вполне успешным бизнесменом со своей компанией, и на протяжении многих лет он и его жена регулярно посещали исторические соревнования по автоспорту. В 2003 году Ханс принял участие в гонке исторических автомобилей. В возрасте 75 лет он по-прежнему отлично себя чувствовал, а с лица его не сходила доброжелательная улыбка человека, прозванного «Счастливчиком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова